так начали запись сегодня 9 августа 2018 года четверг и божья тропа донорстаг день грома сегодня ну как бы календарно заканчивается неделя перу на но это только календарно то есть вот вы сами знаете потому что происходит ну как там модно сейчас называется климат дав в природе в погоде грозы ходят где-то дожди льют где-то ветра сильные дают здесь как раз вот очень правильная возможность для тех кто живет на природе увидеть что такое проявление всевышеня здесь рядом с нами то есть вот кто-то говорит что перун да и вроде мы действительно батюшку встречаем перу на а тем не менее с ним вместе приходит стри бог силой ветра до приходит индра силой дождя и невозможно как-то одного бога выделить то есть я даже не говоря о том что и приходит велес силой земли и сколько еще богинь нужно перечислить которых мы видим слышим и все это очень радостно и полезно если ты на природе если ты ну как-то начал возвращать себе родство со своими предками изначальными на с человеческим родом с родство землей матушкой и это вот великий процесс который называется жизнью в человеческом обществе в человеческом сознании к этому и идет человечество и она всегда к этому шло в любую там югу в любую эпоху это всегда путь к естественности и вот в калиюгу в калиюгу в эту чверто долю в эпоху неправильно называемую оккупантским захватническим информационным полем эпохой разрушения потому что это только у них там в их тяжелом наполненном ненавистью завистью ментальном пространстве есть какая-то война какие-то разрушения какая-то смерть в нормальной человеческой жизни в нормальной жизни вселенной по конам и правилам божьим и человеческим нет разрушения есть преображение и этот великий процесс преображения есть процесс который как и любой другой процесс в любое другое время и в любом другом пространстве есть процесс осуществляемый мужчинами вот преображение да это есть изменение образа жизни изменение образа действительности изменение образа времени преображение и это забота и ответственность великая обязанность и в то же время великая великий источник радости для мужчины а великий источник радости для женщины давать мужчине силу и на то чтобы ваять эти образы и преображать действительность и в то же время великая радость от соучастия в этом преобразовании за счет наполнения содержанием этих образов то есть фактически мужчина ваяет образ еще не оживший не оживленный не запущенный во времени и еще не способный что-то производить в действительности женщина же дает эту возможность образу что-то рождать что-то по рождать участвовать в рождении в этом великом процессе жизни вот и получается что хоть вроде как тут мужчин главный как всегда там пытается он себя увидеть главным в каком-то действии но без женщины это главенство ничего не стоит потому что в любом случае в любом движение в любом действие в любом процессе происходящем в действительности и в нашей вселенной в любом случае действует пара мужчина женщина это и есть великая единица до действующие в мир рождание когда мы с вами в свое время и опять же это только вот моя супруга и моей супруги и мне почему-то довелось доносить этот простейший совершенно образ да образ того что человек человек он в любом случае в себе содержит и мужское и женское начало при рождении то есть он в любом случае целостен то есть отдельно мужчина и отдельно женщина творить не могут могут творить только в паре поэтому и само по себе существо человеческое она в любом случае содержит в себе поскольку любое существо человеческое есть существо способное творить микрофон пожалуйста проверьте кто подключился в любом случае человеческое существо способно способно творить по рождению ему от бога дана такая возможность следовательно он един изначально по рождению и в нем есть и мужское и женское начало только существо человеческое чада божие рождается сначала еще ребенком которому требуется научиться творить и потому поначалу он проявляется в действительности либо мужчиной либо женщиной то есть как говорят рождается либо мальчик либо девочка и девочка в нем проявлено или мальчик а соответственно мальчик или девочка внутри его вторая половина поначалу не проявлено и соответственно чада учится развивается как мужчина или как женщина то есть развивается как либо воятель образов создатель либо как даритель любви и силы а другая его половина в это время помогает ему изнутри соответственно обретать мужское в себе либо женское в себе но когда приходит пора совершеннолетия а это пора шестнадцати лет всегда была и всегда будет почему таким образом всегда было и всегда будет вспоминаем с вами четкое понимание о структуре человеческого организма человек от бога одарем девятью телами которые от рождения начинают развиваться со стороны грубых тел то есть начиная с физического рождается ребенок в явь рождается он в грубый мир и потому рождается он сразу в защитной оболочке самой грубой защищающий его от растворения в грубом мире и это оболочка физическая и далее в течение циклов в четыре года так же как в эпохе в маха юге да есть четыре доли четыре юге так же как в движении земли вокруг солнышко есть четыре сезона так же как в нашей сварго четверти есть в нашей сварге причастой свароге есть четыре сварго четверти точно так же и на создание каждого тела уходит своя юга своя доля своя эпоха годичная эпоха на создание физического тела уходит четыре года на создание эфирного тела защитного тела тела иммунитета уходит четыре года на создание астрального тела тела чувств уходит четыре года и на создание ментального тела тела разума уходит четыре года точно так же будет уходить в дальнейшем четыре года на создание тонких тел то есть фактически Целая жизнь проходит вот в этих циклах по 4 года Целая жизнь рождения очередного тела человеческого И вот первые эти 4 тела, которые создаются Физическое, эфирное, астральное и ментальное Это тела грубые, которые обеспечивают в дальнейшем человеку-землянину Возможность жить и творить и созидать На нашей великой земле, земле матушки И в нашей вселенной, если уж там говорить о действительном предназначении человека И 4 эти тела называются грубыми По причине того, что они временны В том смысле, что если что-то происходит с человеком в яве В этом грубом материальном мире Эти тела растворяются И все накопленное ими В течение этого отрезка жизни Сохраняются в тонких телах Как опыт жизни Здесь имеются в виду реалии нынешней эпохи Кали-юги Когда есть такая беда Как смерть в яве В материи Когда возможно насильственная смерть Когда возможно смерть от болезней Когда возможно смерть от увечий Когда в принципе возможно В какой-то смысле уничтожение физического тела Астрального, ментального, эфирного, грубых тел На этом, кстати, играют Вот все эти самые Построители всяких этих Теорий сансары Этих перерождений Перекидывания там из тела в тело Мы об этом говорили Это я просто Вот Ну как бы восстанавливаю некую картинку общую И в дальнейшем После 16 лет После построения этих грубых тел Человек строит уже свои тонкие тела Тело причинное Тело души Тело духа Тело совести Тело языка Но совершеннолетним Он становится Когда он настроил свои Грубые тела Все четыре До ментального И получает возможность Творить в Яве В материальном мире Это я всего совершеннолетие Совершенно глупо И неверно Считать Вслед за Этими навязанными Инопланетянами Захватчиками Оккупантами Иноземными В информационном поле Понятиями О Там Половой зрелости Или еще чего-то Совершеннолетие Как рубеж Когда человек Уже может Становиться Отцом или матерью Да Это Это Совершенно Неверное Совершенно ошибочное И совершенно Вредоносное Понятие Которое может быть Занесено Только Извне Для человеческого Существа Для родовича Пробуждение В подростке Совершеннолетнем Пробуждение Некой силы Которая называется Неверно Там Следом за Этими психологами Сексологами Фрейдистами И прочими Этими самыми Половыми революционерами Или как они там Сексуальными революционерами Называется там Половым влечением Рождением Вот этого Самого Подросткового Подростковой Сексуальности Вот Понимаете В нормальном Человеческом Обществе Эта сила Поднимающаяся С созданием Всех грубых тел И с организацией Всех грубых тел В подростке Это Великая сила Исходного Огня Она Направляется Не в Это Разбазаривание Куда его Направляет Наше Образование Там Сексуальное Как оно там Воспитание Нынешнее Страшное Навязанное Иноземцами Навязанное Бесами Которые Пользуются Этим Пожирают Все это Начинают Питаться Этой силой Через Разжигание Похоти Через Сопровождение Этого Некими Социальными Институтами В виде Проституции Там Узаконенной Неузаконенной Разного Рода Там Пропагандированием Разного Рода Извращений Разного Рода Как бы Это Сказать Усилителей Да Этой Похоти В виде Там Порнографии Эротики Разного Рода Там Каких-то Социальных Игр Не обязательно Даже компьютерных А просто Социальных Игр Есть такая Социальная Игра В виде Флирта Да То есть Вот давайте Это Я Если догоню Выебу А я Если Убегу То не дам Ну То есть Вот это Что называется Флирт Да То есть Вот Все эти Страшные Совершенно Вещи Которые Созданы Для того Чтобы Выкачивать Эту силу Из Молодых Землян Чтобы Есть Ее Чтобы Жрать Это Чтобы Как паразит Питаться Этим В нормальном Нормальном Родовом Человеческом Обществе В первобытно Общинном В родоплеменном Строе Молодой Человек По достижении Совершеннолетия Обретая Доступ К этой Великой Силе Направляет Эту силу На собственное Развитие На развитие Собственных Тонких Тел И На то Чтобы Обрести Половину Свою Не искать Половинку Как это сейчас Принято Опять же В этом страшном Информационном Поле Причем Обратите внимание Да Это информационное Поле Всеобщее Оно не просто Присутствует Значит Вот в этих Знаете ли Таких Ну Нехороших Институтах Христианских Или в этих Нехороших Институтах Западной Прогнившей Демократии Службы Знакомств Создаются И в Этих Вот Великих Идеях Поселенческих Родовых Поселений Известно же Что Одна из Зазывных Маркетинговых Так скажем Фишек Да Анастасийского Движения Это Возможность Найти себе Половинку Для создания Родовой семьи В родовом Поместье Да Мы Насмотрелись Уже И Видели К чему Приводят Эти вот Искусственно Созданные Семьи Так называемые Найденные Через вот эти Там Анастасийские Службы Знакомств В этих Родовых Поселениях Чаще всего Они приводят К разводу Потому что Приходят туда Два человека С совершенно Разными Задачами Совершенно Разными Понятиями О том Для чего Они Там Строят Дом Рождают Детей Там Для чего Они вообще Живут Они пытаются Сначала В какой-то Этой Единой Иллюзии Анастасийской Что-то По шаблону Сделать Ну то есть Построить дом Посадить дерево Родить ребенка А потом Когда они Это все сделали Они понимают Что они Нахер друг другу Не нужны Что любви Там не было И нет Что Все это Иллюзия Что все И дальше Это нужно Уже Строить Пространство Любви Понимаете Ну поскольку Любви то нету И приезжают Какие-нибудь Эти построители Пространства Любви Которые там Песни пляски Устраивают Эти маски Всякие Шоу И дальше Все пляшут И очередную Иллюзию Создают И эта семья Еще какое-то Время существует В этой очередной Иллюзии Построения Пространства Любви Потом приезжают Какие-нибудь Куровские Или там Их представители Которые По требникам Начинают им Костры Жечь Каким-то Обряд проводить Имя нарекать Или там Еще что-нибудь Туда-нибудь В задницу Вставлять И они Еще какое-то Время существует Еще для Ну Питая еще Очередных Паразитов Да Каких-то Но рано или поздно Это все Заканчивается Все эти Иллюзии И люди Просто Разводятся Мужик там На заработки Уезжает Баба там В город Уезжает С этим Ребенком Находит Какого-нибудь Другого Чувака И все Все эти Иллюзии Заканчиваются Они могут Продлеваться Тем Что Какая-нибудь Очень ушлая Баба Начинает Рождать Каждый год По ребенку Чтобы там Пятерыми Ребенками Забить Это родовое Поместье Чтобы мужик Уже Даже думать Не мог О том Что тут Что-то Не так И дальше Продолжал Пахать И пахать И пахать На то Чтобы Этих Дальше Непрерывно Рождающих Детей Обеспечивать Ну Тоже вариант Но он тоже Временный Понимаете И тоже Безумный Совершенно Глупый И все Это Следствие Следствие Вот этого Самого Безумия Подмены Обретения Половинки И поиском Половинки Поиском Да Поисковой систем Сколько Сейчас Этих Служб На ком Я говорю Там Народ Уже В этом Славянском Портале Или там В поисковой Славянской Системе Которая Создана Как информационная Уже Сделал Подсистему Поиска Себе Славянской Половинки Ну Поиска Поиска Вот Искать Половинку Невозможно По одной Простой причине Половина У вас Внутри Вам ее Нужно Через Великую Работу По направлению Вот этой Вот своей Поднимающейся Силы На Творение Направлять Эту силу На развитие Своих тонких тел И развитие Своей Непроявленной Половины Обретение Приятие Изучение И вот Когда вы Вы ее Изучите Примете И Наконец-то Внутри Себя Обретете Вот тогда Она и Проявится Рядом с вами Как Ваша Половина Она может Быть Совсем Другого Возраста Она Может быть Совсем Другой Расы Совсем Другой Национальности И вам Будут Говорить Что она Вам Не Пара И вам Будут Рассказывать Что Это У вас Будут Рождаться Не те Дети И вам Будут Великие Поборники Расовой Чистоты Говорить Что вам Нельзя Белым С желтыми Или еще Как А вам Будет Насрать Потому Что вы Обрели Свою Половину И вам Дальше Творить И созидать Что Бы Там Каким Обшественные Институты Или Каким Великие Идеологи Вам Не Впаривали Из Зависти Того Что Вы Можете Творить А Они Могут Только Пиздеть И Вас Чему Пытоц Научить Вот Это И Есть Великая Работа По Созданию Человека Который Способен Творить Мне Тут Иногда Один Раз Мне Задали Этот Вопрос А А как же Вот Получается Да Вроде Один Человек Обрел Себе Половинку И вроде Опять Одно Существо Получилось Хотя Вроде Два Но Тут Что-то Как-то Вроде Не Вяжется Парадокс Ну Так Нет 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 Никаких Парадокс Единое Существо Единое Существо Создается В каждом Кто Создает Вот Это Великая Великий Образ Под названием Род Не Семья А Род Соединяются Два Целых Существа Позволяющих Друг Другу Стать Целыми В данном Случае Два Равно Одному Каждый В Этом Великом Объединении Под названием Род Семейный Союз Каждый Сам По себе Является Целым И Вместе Вместе Образует Целое Это Путь Когда Вот это Действительно Обретено Путь К Сознанию Того Что Есть Человеческий Род Что Его Нельзя Разделить На Расы На Национальности На Цвета Глаз На Цвета Кожи На Какие Там Группы Потому Потому Это Единое Существо Живущее На Едином Существе По Имени Земля И Творящих Единое Дело По Имени Вот В Настоящее Время Да Преображение Вселенной В Эпоху Кали Юги Да Которое Нельзя Это Единое Существо Разделить Нельзя Их Какой-то Разной Задачей Там Озадачить Да Нельзя Это Единое Существо Неразделимое И у этого Существа Есть Великие Дары Божьи В виде Единых Даров В виде Языка Родного Да Земли Родной Имя Которой Родина Почему Когда мы говорим о том что И это тоже Великая новость Оказывается Да И для меня это в свое время Была великая новость И когда это просто До меня доперло Что Люди Человеки Если они Человеки Если они Достигли Вот этого Великого Момента Обретения Половины То есть Создания Семейного Союза Что Эти люди И эти семьи Обретают Свою Землю Берут ее В ответственность И защищают ее И Оплодотворяют ее И развивают ее Свой участок Земли Это есть Родовая Земля И это есть Родина И вроде бы Каждый род На своей Родине Творит И этих Родин Вроде бы На земле Матушки Много И вроде бы Какая-то Разница Есть Между Опять же Там Теми Кто творит В одном Месте И у него Родина В одном Месте И теми Кто творит В другом Месте У которых В другом Месте Родина Это Глупейший Подход Этого Вот Опять же Навязанного Информационным Полем Иноземцами Чужими Подход Некой Такой Знаете Ли Отдельности Великой Собственной Невъебенной Крутости Вот я Круче Моя Родина Круче А дальше Начинается Да У моей Родины Есть границы За которые Я никого Не пущу Да Я тут Буду Отвоевывать Свою И понеслось Поехало То чего Человечеству В принципе Не свойственно Человечеству Свойственно Творение В едином Порыве Каждый делает Свое дело На своей Земле Никуда Не ездит Никуда Не путешествует И обмен Опытом Знаниями Происходит В той Области Которая Каким-то Этим Информационным Полям Не снилось Эта область Зовется Сознанием Родовой Памятью Единым Полем Знаний Всего Человеческого Рода Это знания Не просто Человеческого Рода А рода Всех Земных Существ Живущих На планете Земля И тут Следующую Подмену Мы сразу Видим То есть Эти всякие Науки Опять же От иноземцев От захватчиков Пришедшие Начинают Ну поскольку Они сами Уже потеряли Единство Они сами Уже разрознены Они сами Уже подчинились Страшной Вот этой Вирусной Программе Низкого Уровня Под названием Сравнение Которое Породило В них Ревность Зависть Они Начинают Сразу Внедрять Через Науку Да Нам В голову Вот сбился Немножко Сейчас Попробую Установить Спочку Вот Сегодня Мне никто Не мешает Но Все равно Это Тяжеловато Идет Тяжеловато Идет Так вот Внедрили Нам Всякие Ответы На вопросы Через науку Что считать Живым А что Неживым И ввели Понятие Вместо Великого Образа Единой Жизни Во Вселенной Ввели Понятие Живой Материи И неживой Материи И к живой Материи Отнесли То Чего Может Двигать Руками Ногами Головой Шевелить Ушами А к неживой Материи Отнесли То Чего Этого Делать Не может И соответственно Там есть Камни Да Есть там Сооружения Которые Неживые И минералы Они неживые Ну а дальше Если они неживые Значит Можно их Выкапывать Можно их Там Переплавлять Можно их Пересыпать Жарить Ферментировать И прочую Хуйню С ними Существлять Правильно И использовать Как-то На благ Живых Так вот Это Страшное Совершенно Разделение Нам тоже Необходимо Разрушить И воссоздать Истинное Понимание Что ничего Неживого Вокруг Нас Нет Все Живет Все Живет Не просто В этом Опять же Цикле Опять же Навязанным Опять же Этим страшным Информационным Полем Типа Рождился Развился Это И в общем Помер в конце Ну и исчез Вот Не это Есть Признаки Жизни Признаки Жизни Это Непрерывное Развитие И преображение Всего Что Есть На планете Земля И во всей Вселенной Все живет В своем Времени Все живет В своем Смысли Жизни И все Имеет Смысл То что Никогда Не рождалось И никогда Не умрет И вот теперь Еще один момент Очень важный Перед тем Как мы Ну опять там Хотя мы Никуда не ушли От той темы Которую Я вот веду Крайне Там И надеюсь Что сегодня Закончу Этой темы Самоидентификации И темы Развлечения Своего И чужого Во всем Во всей жизни Своего И чужого Своего Родного И чужого Иноземного Инопланетного Так вот Очень важный Момент Вот Нас с вами В нынешнем Состоянии А состояние Наше Бедственное Состояние Наши Потери Связи С родом Потери Связи С землей Потери Связи С богами Потери Сознания Потери Разума Потери Человеческого Естества Потери Возможности Чувствовать Потери Возможности Рассуждать Разумно Потери Возможности Речи То есть Возможности Что-то Делать Языком И вот В этом Бедственном Состоянии В этом Состоянии Окупации Подчинение Всему Чужому Иноземному Инопланетному Нечеловеческому Небожественному Неживому Нас окружает Все Неживое Действительно То есть В том Что нас окружает Очень много Того Что Неживое И сейчас Мы Увидим Разницу Действительную Между Живым И неживым Еще и Еще раз Вот В нормальной Действительности В Божественной Действительности Которая Создана Всевышним По Образу И подобию Собственному Разумному Доброму Вечному Любящему Вот в этом Нормальном Мире Все Живое Я еще раз Говорю А что значит Все живое Живое Это Вечное Которое Не подвержено Циклам Всяких Перерождений Циклам Вот этих Рождений Смерти Исчезновения Все Вечное Все Наполнено Искрами Всевышнего Всевышнего Частичками Всевышнего А это Суть Вечные Искры Они Никогда Не рождались И Никогда Не умирали И Лишь вопрос Самоидентификации Самоосознания Работы Над Собой Вопрос Осознания И чувствования Этого Например В человеке Что человек Когда он Начинает Осознавать Своё Собственное Своё Собственное Естество Свою Суть Своё Истинное Я В виде Бессмертной Частички Всевышнего Которая Никогда Не рождалась Никогда Не умрет Человек Перестаёт Бояться Смерти У него Уходят Все эти Страхи Которые Сейчас Этот Ведущий Народного Славянского Радио Алексей Орлов Это у него Прямо Фишка Такая Про страхи Рассуждать Иерархию Страхов Выстраивать Всё Этими Страхами Объяснять В нашей Жизни Так вот Всего Этого Нет И не Будет Если Человек Обретает Чувства И осознание Того Что он Вечен Что он Бессмертен И точно Так же Всё Живое Оно Вечно И Бессмертно Нас С вами Которые Себя Уже Идентифицируют Как Смертные Существа У которых Есть Среднее Время Жизни У которых Есть Всякие Отрезки Там Ну Я В прошлый Раз Смеялся Что Там Детство Отрочество Юность Зрелость Увидание И смерть Да То есть Вот Всё Это Уже Навязано Через Вот Эти Самые Пенсии Да Ведь Пенсия Возможность Человеку Ничего Не делать С определенного Момента И жить За счет Там Государства Там Пенсионного Фонда За то Что он Натворил За всю Свою Предыдущую Жизнь Ведь Это Его Его Выбрасывание Из жизни Его Заставляют Признать Что он Уже Ни на что Не способен И Способен Только Моразмировать Там Подвергаться Очередному Нашествию Каких-то Болезней И Медленно Угасать В невозможности Ничего делать Это Его Пинками Загоняет Смерть И Ну Сколько Таких Примеров Когда Человек Выходя На пенсию Очень Быстро Сгорает И Умирает Потому Что Человек Как Его Там Не делай Рабом Как Его Не заставлять Делать Всякие Там Неправильные Вещи Но Он В Деятельности Он Еще Жив Как Только Ему Говорят Что Ты Уже Ни на Что Не Способен Как Только Ему Говорят Что Ты Уже Нахер Не Нужен Ты Уже Старый Чтобы Выполнять И Вали Ты На Пенсию Он Это Осознание Принимает Что Он Уже Никто Что Он Уже Труп И Он Через Некоторое Время Превращается Действительно В этот Труп Так Вот Все Что Нас Сейчас Окружает Ну Нас Вас Их То есть Тех Которые Считают Этими Человеками Разумными Гомиками Сапиенс Вот это Общество Культурных Людей Нас Окружает Все Временное Обратите Внимание Дома Временные Услуги Временные Циклы Всякие Временные То есть Вы даже Учитесь Временно Да Вы Учитесь Временно В школе Вы Учитесь Временно В институте А потом Вы Переставите Учиться У вас Кончилось Время Обучения Вы Начали Тут Понимаете Профессиональную Деятельность Ну Начали Ждругих Учить У вас Все Временное Вас Окружает Все Временное В виде Временных Информационных Данных Научных Данных Ведь Любая Наука Да Вот там Например История Науки Физики Ну Имел я К своему Уж не знаю Там Удовольствию Несчастью Ну в общем Как бы Вот имел я Отношение К науке Физики В свое Время Так вот В ней Картины Мира Которые призваны Описывать Физика Да Менялись Не раз И не два Причем Менялись Кардинально Так что Предыдущая Картина В последующий Уже не вписывалась И приходилось Там какие-то Ухищрения Придумывать Чтобы Хоть как-то Связать Предыдущее Понимание Физическое С последующим Ну как Образец Да Это вот Этот великий Вопрос Который Как говорят Там Решался В 16 Веке Что Вокруг Кого Крутится Земля Вокруг Солнце Вокруг Земли То есть Гелиоцентрическая У нас Система Или Геоцентрическая У нас Система И там Народ Еще Как говорят Жгли на кострах За Какое-то Там Неподчинение Там Кто-то Кричал Что-то Кяна Вертится Выходя Из-за Оправдательного Приговора Или еще Что-нибудь Всякие Вот эти Истории Но Вы понимаете Да То есть От того Что Какая Точка Зрения Принята Картина Действительная Во вселенной Не меняется Меняется Всего лишь Очередная Иллюзия Которая Строится Очередными Какими-то Товарищами В Ментальной Области Очередные Конструкции Которые Никакого Отношения К действительности Не имеют И они Все временные И это Наука Даже признает Что Любые Достижения Науки Временные Что Следующее Развитие Науки Отменит То Что Эта Наука Делала То есть Что-то Родилось Когда-то И умрет Все временно А если Что-то Временное Которое Подвержено Смерти Вы понимаете Что это Несуществующее Еще Еще раз Возвращаемся Что в действительности Во вселенной Все Вечное Все Наполнено Вечными Искрами Всевышнего Никогда Не рождалось Никогда Не умирало И Никогда Не умрет Если Вас окружает Что-то Временное Значит Вы Не В действительности Значит У вас В ментальном Поле Полный Бардак Не имеющий Отношения Никакого К тому Что В действительности Во вселенной Происходит Существует Живет Творит Развивается Дышит Рождает Что-то Новое Вы Вне Этого Великого Течения Жизни Вы Где-то На обочине Вместе С очередными Какими-то Вашими Управителями В виде Там Каких-то Государственных Деятелей Политических Деятелей Каких-то Великих Духовных Учителей Каких-то Великих Этих Самых Ученых Великих Деятелей Науки Каких-то Великих Просветителей Пропиздителей Или еще Чего-нибудь Вы Вместе С ними Где-то На обочине И где-то На берегу А мимо вас Течет Река Жизни И поэтому Вы там Рождаетесь Умираете Мучаетесь Болеете Там Страдаете У вас там Неурядицы Постоянные В жизни Потому что Всего этого Нету Все это Происходит Просто У вас Где-то Там В каких-то Опять же Искусственно Созданных Временных Структурах В мозге Под названием Сознание Недсознание Подсознание Сверхсознание Хренсознание И прочая Всякой Поебень Которая Вообще Отсутствует До действительности И вот там И происходит Это ваша Великая Жизнь И в которой Есть изучение Там Великих Технологических Достижений Разных Цивилизаций Различные Там События Спортивной Жизни В виде Наконец-то Ой Вот Наконец-то Россия Наконец-то Добился Того Что у нее На территории Происходит Наконец-то Чемпионат Мира по футболу Или Наконец-то На ее территории Происходит Наконец-то Зимняя Олимпиада В Сочи Это Великая Вообще Радость Обосраться Как Только она Произошла И все Забыли Деньги Все потратили Своровали У вас В очередной Рацион На бензин Подняли Или Коммунальные Услуги Или Пенсионный Срок Опять Отодвинули У вас Опять Либо Счастье Либо Несчастье По крайней мере Повод Попиздеть У вас Очень большой Что-то Обсудить Что-то Там Где-то Там В каких-то Социальных Сетях Что-то Там На кого-то Погавкать Или Кого-то Наоборот Очень Сильно Поддержать Поучаствовать В каком-нибудь Общественном Движении Или В общественном Порицании И Вот Это Ваша Жизнь А на самом Деле Вы Болеете На самом Деле Вы Жрете Всякую Гадость На самом Деле У вас Начинают Отказывать Органы На самом Деле У вас В жизни Полный Бардак Вас Окружают Вещи Абсолютно Вам Ненужные Неживые Мертвые Которым Вы Относитесь Как к Мертвым То есть Вы Там Купили Одежку Футболку Она у вас Порвалась Вы Выкинули Купили Новую Да Вы Не Относитесь Как к Тому же Самому Мертвому Чем Вы И Сами Являетесь К Чему Ненужному Это Вот Ранее Я вам Открою Такой Страшный Секрет Ранее В нормальном Диком Первобытно Общинном Родовом Родоплеменном Обществе Одна Рубашка В свое Время Сшитая Бабушкой Передавалась Там От Дедушки К Отцу От отца К сыну От сына К внуку Где-то Она Да Ветшала Ее Перешивали В конце Концов Какая-то Рубашка Там В пятом Поколении Становилась Ну просто Какой-нибудь Пеленкой Для Новорожденного Но Она никогда Не умирала Понимаете Она Ветшала Да Но Ее Никто Никогда Не Выкидывал Потому что Это Создано Как Все Что Создается Человеком Как Вечное Что-то Понимаете В нем Жизнь Жизнь Внутри Заложена Той Же Самой Бабушкой Той Же Самой Мамой Которая Ее Перешивала Там Же Сила Жизни Заложена Куда Она Может Деться Как Ее Можно Выкинуть Дом Построенный Да Ну да Может Обветшать Может В нем Какое-то Там Бревно Сгнить Его Можно Всегда Поправить Его Можно Всегда Заменить И на Это Всегда Есть Силы Дом От Этого Не Умирает Что У него Что-то Там Потому Что За Ним Следят С Ним Вместе Живут За Ним О нем Заботиться Это Часть Жизни Это Часть Семьи Часть Рода Как Можно О нем Не Заботиться Как Можно Просто Взять Из него Уехать В Другой А Его Бросить Чтобы Он Сам Сгнил Расставил Нельзя Так Сделать Такого Не Был Никогда Если Дом Совсем Обветшал Ну да Эти Бревна Берутся Из них Строится Баня Или Строится Сарай Строится Я не знаю Там Двор Строится В конце Концов Домик Для Детей Вот Вы Не жившие В деревне Наверное Не знаете Этого А я Видел Не раз Вот там Еще Будучи Городским Жителем Там Когда В строй Отряда Попадал Когда Там На картошку Попадал Видел Людей Домики Специально Для детей Построены Маленькие Там Со своим Сеновалом Со своими Лесенками Иногда Даже Со своей Печкой Где Детишки Могли Просто Играть И на это Люди Тратили Силы Там Перекрывали Его Да Там Срубали Его Утепляли Его Чтобы Дети Там Там Не живут Вроде Да Это Вроде Но Чтобы Дети Там Играли Могли Развиваться Это делали Родители Там Дедушки Бабушки Делали Кто Сейчас Так Делает Сделали Купили Эту Детскую Комнату Блять Развесили Ее Там Этими Микки Маусами Или Какими Небудь Насовали Туда Барби Вскенами Блять И все И забыли Нахер Ну И засунули Туда Детей А Поставили Компутер Еще Чтобы Они там Могли Еще Виртуальную Игрушку И все Идите Нахер Там И занимайтесь Вот Че там Из того В чем Ребенок Ваш Находится Сделано Вашими Руками Что Там Живого Да Ничего Там Живого Все Мертвое Хрен знает Где Сделано Какими Там Механизмами Отштамповано Какие Туда Идеи Заложены Да Какие Там Мерзости От этих Вещей Идут Уж От тех Мерзостей Которые Из компьютерных Игрушек Идут Я уж Не говорю Но Те Мерзости Которые Идут От этих Кукол Ну вот Недалее Как Там Вчера Александра Говорила В одной Из бесед Эти самые Сиськи Пички Так Это Ну Кукол Вот Вы На Нормальных Кукол Посмотрите Фотографии Есть еще Совсем Недавней Нормальной Жизни Родовой Человеческой Да Книги Есть Которые Описывают Как Сделать Куклу Ребенку Из чего Из тех же Самых там Обветшавших Тряпочек Делается Кукла Набивается Живой Соломой Живым Сеном Специально Для этого Травки Подбираются Причем Это не Вот отдельно Мама Делает А отдельно Дочка Тут где-то Потом Получает Готовую Они Вместе Ходят Эти травки Собирают Они Вместе Эти Там Одежку Для кукол Шьют Дочка Учится И дальше Она уже Может уже И на Свой ребенка Что-то Пошить И на Своего мужа Что-то Пошить И Приданное У нее Образуется Не в виде Этой кучи Барахла Который Лежит В сундуках А в виде Ее умений И способности Дальше В семье В этом Едином Существе В семейном Союзе Со своим Суженным Обратите внимание Суженным Есть суженый А есть ряженый Так же Тоже Всегда Было Так вот Со своим Суженным Со своей Половинкой Дальше Что-то Единое Дальше Создавать Живое А сейчас Че Че Сейчас Есть От этого Че Сохранить Ничего Все Вас окружает Временное А значит Несуществующее А значит Неземное Значит Чужое Значит Инопланетное Значит Навязанное Вам Оккупантами Ну С этой точки зрения Подойдите Увидите То же самое Вот С какой стороны Не заходи Вот я в течение Этих Вот сегодня Четвертая уже Беседа С каких только Сторон не заходил Вот какие только Яйца Не смотрите Вот Хоть в профиль Хоть в фаз Все равно Это просто Вот это вот Совершенно Неземная Совершенно Чужая Совершенно Несвойственная Человеку Так называемая Жизнь И причем Можно Конечно Просто Вот В этом Материальном Да Материальном Подходе Только материальные Какие-то вещи Видеть Но Уж простите Ну У нас тут Этих Обучающих Энстрасенсорным Всяким Сверхвозможностям Блин Ну дохрена уже Ну Вы разуйте Глаза Посмотрите Что у вас есть Живого В общественном Устройстве В профессиональной Деятельности В медицинском Обслуживании В системе Правоохранительной Или Пенитенциарной То есть Наказательной Что у вас есть В системе Кулинарной То есть Приготовки пищи Что у вас есть В системе Общения Мужчины с Женщиной Да В интимной Области Что у вас там Есть естественно У вас везде Либо что-то Зафиксированное Сделанное Какими-то Чужими руками Либо какие-то Очередные Стереотипы Которые Опять же Через любую Из этих систем Вас напихали И вы им Подчинились Что у вас там Своего-то Скажите Вы когда С бабой С своей Спите Вы Это Ну Что у вас там Вы чем Спите-то Вы вообще Чем думаете-то Вы думаете Нихуем Совсем Вы думаете Мозгами Мозгами Какую Какую бы Там Еще Из какой Книжки Что взять Что бы Там Своей Там Бабе Каким Образом Ее Куда Закинуть Какую Позу Забыл Куда Ногу Совать В этой Позе Мазутра Что у вас Там Что у вас Там Есть Живого Ничего Шаблоны Стереотипы Подчиненность Полная Несамостоятельность Полная Безответственность Полная И полная Бездеятельность Потому что Деятельностью Можно назвать То что Приносят Плоды Плоды Деятельности Это что-то Живое А живое Это что-то Вечное Ваша Деятельность Что приносит Вечного Скажите Что из того Что вы Заработали И купили Вечное Что из этого Вашими руками Сделано Куда вы Силу свою Вложили Че Ничего И это Вот Есть Жизнь Которая Называется Жизнью Человеческой И теперь Вот Возвращаемся К теме Я там Прошлый раз Обещал Конкретику Какую-то Навести Наведу Сейчас Частично Остальное Оставлю На Вашу Самостоятельную Работу Потому что Понимаете Как я тут Не распинайся Как вам Не рисуй Превращаться Вот в эту Очередную Энциклопедию Да По рассказу О том О том Как нам Жить Хреново И кто Тут Виноват И как Кому Пизды Дать Вот Я в это Превращаться Не могу И не буду В любом В любом Случае Я могу Дать Только Пищу Не Для Размышлений А Пищу Для Ну Каких-то Побудительных Мотивов Для Деятельности Причем Я Совершенно Четко Отдаю себе Отчет В том Что Я достучусь Ну Всяко Не до Большинства Только до Каких-то Единиц Я уж Всякие Методы Применял Пробиваться И материнский Язык И Жесткие Всякие Формулировки Но Я вижу Реакцию Реакцию Зомбей Биороботов У которых Настолько Четко Отстроена Система Защиты От правды Что Заниматься Вот Ее Пробиванием Ну Просто Не мое Дело Мое Дело Достучаться До тех Кто Слушать Может Как Имеющие Уши Да Услышит Да Имеющие Глаза Да Увидит Вот До Них Да А До Этих Мертвяков Нет Смысла Они Вон В комментариях Вылезают И Что Удивительно Да Вылезают Очередные Новые Которые В первый Раз Там Меня Услышали Вне Зависимости От Темы Да Претензии У них Одинаковые К тому Что Например Я медленно Говорю Слишком Или Я наоборот Слишком Быстро Говорю Или Я косноязычен Или Я применяю Там Матерные Слова Или Там Ну В общем Короче Вот Претензии К форме Просто Потому Что Содержание Не способно Быть Воспринимаемым Этими Людями Ну Или Нелюдями Как Хоч Там Называть Не Знаю Причем Вылезают В основном Очередные Ники Так называемые Псевдонимы То есть Люди уже Не называют В принципе Себя Своими Родовыми Именами Они Они уже Забыли И отказались От своего Имени Отчества Фамилии Они Даже Вот Понимаете Есть Вот Это Подмена В информационном Поле Подмена Родовых Связей Но Вот эти Гинекологические Генетические Связи И это Наука Генеалогия Создана Гения Это Семья А не Род Это Вот Эти Вот Самые Связи Кровные Условно Говорят Кровные То есть Кому Какая Кровь Попала Это Не Есть Род Понимаете И Мы Уже Тоже Об Этому Устали Говорить Родовые Связи Это Не Кровные Связи Это Не Генетические Связи Родным Может Быть Человек Очень Далеким От Вас По Крови Как Образуются Половинки Вот Как Семьи Нормальные Образуются Они Образуются Нормальными Тогда Когда У вас Совершенно Разная Кровь Так Устроена Жизнь И Вы Становитесь Родными И Единым Существом Хотя Вы По Крови Разные Ну Иначе Не Происходило В Семейных Союзах Если Бы Только По Крови Рода Вот Вы Почувствуете Эту Разницу Родовые Связи Это Связи На Уровне Совместной Деятельности На Своей Земле Со Своей Долей Ответственности Меры Ответственности Своим Родовым Предназначением И Ответственностью Перед Матушкой Землей Перед Отцом Небесным Перед Всевышним Который Собственно Говоря Вам Дал Эту Возможность Здесь Трудиться И Созидать Там Вот Это Есть Род И Только Через Это Вы Можете Прийти К тому Пониманию Что Род Человеческий Он Неделим На Нации На Расы Это Единое Существо Да Его Поработили Да Его Окупировали Да Его Там Изнасиловали Да Его Превратили В полукровок Да Его Оторвали В большинстве От земли Родной Всех Перемешали Переселили Перекидали Везде Да Еще и Навязали Это Как Естественный Образ Жизни Человека Перемещение Постоянное Да Сейчас Уже Вот Удивительно Да Вот Вы Начинаете Смотреть И искать В себе Не Чувства А что-то Навязанное Стереотипами Образования Воспитания Или еще Что-то Вот у вас Чувства Когда вы Живете На земле Почему В города Всех Загнали Потому что Там нет Этого Чувства Родства С землей Если Вы Попали На землю У вас Возникает Это Чувство Родства Со Всеми Живыми Существами А Извините Любой Человек Живущий Где угодно Он тоже Живое Существо И вы С ними Тоже Чувствуете Начинаете Единство И вы Чувствуете Что Вам Нет Смысла От этой Земли Куда-то Бежать Куда-то Ехать Вы Здесь Применяйтесь Вы Рано или Поздно Чувствуете Что вы И Отдадите Все Что Можете Земле И она Это Примет И она Вам Вернет Старицей То что Вам Необходим Для жизни Для Существования Для Поддержания Здоровья Физических Своих Грубых Тел Тонких Тел Вот Вы На Этой Земле За Которую Отвечаете Вы Все Получите И Тогда Для Вас Будет Странным Странным То что Вам Навязано Через Историческую Науку Через Какую-то Антропологическую Науку Через Археологию Хринологию Всякую Разную Прочую Поебень Через Всякие Эти Книжки Великих Этих Кто У нас Там Есть Историки Есть Этнологи Вот У У Гумилева Есть Теория Пассионарности Кто-то Куда-то Бегал Из угла В угол И носил Некое Такое Великое Предназначение Своей Пассионарии Такие бегали Есть Пассионарии А есть Демос А есть Хохлос Есть Раса Великая Белая А есть Всякая Прочая Херня В виде Цветных Рас Ну Вот Вы Поймите Это Все Настолько Станет Вам И Вы Сразу Поймете Что Это И Почувствуете Не Поймете А Почувствуете Просто Вы Начнете Этим Жить И Вы Поймете Что Вы Не Сможете Так Жить Там Бегая Куда Какие Толпы Народ Перемещая Эти Великие Перемещения Народов Там Вот Вы Это И Вы Поймете Что И Предки Ваши Радовичи Точно Так же Так Так же себя чувствовали Такой хуй им Перемещаться Извините И Все эти Теории Значит Откуда Есть Пошла Русская Нация Откуда Есть Пошла Украинская Нация Откуда Да Ниоткуда Не Пошла Она Только Где-то Там Вот В этих Научных Данных Так Скажите Исторических Так Называемых Книжках Художественных Блин Куда Там Что-то Пошла И Куда Что-то Принесла Перемещения Были Да Но Это Были Военные Захватнические Походы Очередных Иноземных Захватчиков Это Да Это Были Колониальные Захваты Которые Сопровождались Изначально Перед Своим Захватом Некими Великими Экспедициями Путешественников Но мы Об этом Уже Тысячу Раз Говорили Я Надеюсь Что Уже Ну Не Имеет Смысла Подтверждать Эти Слова Что Любые Путешественники Это Разведчики Очередных Окупантов Иноземных Захватчиков Которые Разведывают Территорию Для Последующего Захвата Военной Силой Дальше Мы с вами Четко Знаем Методы Методы Вот этого Захвата Уничтожение Мужчин И Насилие Над Женщинами Мы говорили Да И вот Ну там Я приводил Примеры Соответственно Там Захвата Америки Там Ну Захвата Так Каких-то Там Территорий В Российской Империи Когда Колонизировали Московское Царство Так сказать Превратилось Уже В эту Империю Российскую Так Называем И Начало Колонизировать Там Земли За Уралом Земли На юг Земли На север Земли На Запад На восток И Там Я приводил Эти Примеры Через Убийство Мужчины Через Насилие Над Женщинами Но Обратите Внимание О чем Пишут Всякие Исследователи Татаро-Монгольского Ига Пытаясь Вот этому Освободительному Походу Присвоить Свои же Ну Это мы тоже Уже Говорили Вот в прошлой Беседе Когда говорил Я о психологии Когда есть такое правило В психологии Жесткое Если кто-то Вам что-то Говорит О вас Например Негативное Плохое Знаете Что он говорит О себе Если кто-то Что-то Говорит О ком-то Другом В негативном Плане Сплетничает Он говорит О себе Он рассказывает О себе И вот те Кто писали Про татаро-монголов Что они Вырезали Все мужское Население Насиловали Женщин Вот они Говорят О себе О своих Методах Иноземных Захватчиков Не о Человеческом Освободительном Походе А о Захватнических Колониальных Походах Иноземцев Окупантов И вот Дальше Да Есть История Этих Воин Например Второй Ну там Первая Мировая Война Вторая Мировая Война Двадцатого Столетия И вроде бы Вот здесь Нет такого Что там Ну Как вот Описываются Эти самые Колониальные Войны Уничтожение Мужчин И насилие Над женщинами Но если Но если вы Немножко Отголоски Чего-то Там Увидите Услышите Да Есть Книги Описывающие Приход Гитлеровских Войск На территорию Советского Союза На Купированных Территориях Насилие Над женщинами Подтверждены И указаны И это Все Там Говорит Что такие Вот Несекие Нехорошие Значит Эти Гитлеровцы Они Там Насиловали Женщин Теперь Это Конечно В официальной Советской Историографии Не присутствует И в книжках Но почему-то На западе Это присутствует И в германских Книгах Присутствует Как советские Войска Оказавшись На территории Соответственно Польши И Германии Насиловали Немок Это же тоже Есть А то Что убивали Мужчин Ну как-то Понимаете Ну это Вроде уже Очевидно Да Ну потому что Именно Мужчины В армии Это присутствует Да Как военные Их же убивают В основном А женщин Это все-таки Насилуют Да И скажите мне Кто здесь В этой войне Окупант Или там Нападатель Прав и виноват Если методы Абсолютно Одинаковые Только вот понимаете Гитлеровцы Которые шли Захватывать Нашу территорию Через посредство Уничтожение Мужского Населения Насили Над женщинами Вот их Победили И не дали Захватить Эту территорию И дальше Уже Завершить Этот процесс Да Как там Описано Что Вот В планах Плана Барбароссы Было Уничтожение Славянского Населения Там Соответственно Мужское Население Сведено До 10% А женское Население Все Оборьяченное Ну типа Надо было Сделать Это же все Дописано Там В планах Это было Все Те же самые Методы Абсолютно Те же В планах Описаны Но Не реализовались Дальше Великий Освободительный Поход Советского Союза Он же Не завершился На границах Советского Союза Ведь они Пошли В логово Зверя По пути Освобождая Да Другие Страны И народы Которые Потом Стали Какой-то Там Как это Называлось Варшавский Блок Социалистический Блок Социалистическими Все страны Стали А ничего По своей воле Стали Социалистическими Это не была Новая империя Которая была создана Вот Был создан Сначала Империя Советский Союз В числе Этих 15 Республик На свободных Которые Сплотил На реке Великая Русь Как там Пелось В этом Гимне Советского Союза Отзутал Варшавский Блок Его Завоевали Вернули Вообще Говоря Имперским Образом Занятые Территории Прибалтики Западная Украины Белоруссии Части Польши До сих пор После Развала Советского Союза Восточная Пруссия Не могу Тут у меня Товарищ Пришел Естественно Именно в то время Когда я читаю Там Володя Видимо Деньги принес Я не буду Прерываться Сейчас Иду я Извини Ну да Тут Это Это Всегда Тут Просто Есть люди Которые Ну так или иначе Чувствуют Что я делаю Если есть Возможность Помешать То надо Помешать Так вот Еще Еще раз Имперские Устремления Советского Союза Были Резованы Даже В полном Большем Объеме Чем До Начала Великой Отечественной Войны То есть Там Образовалась Восточная Европа И Соответственно Еще Были Образованы Государства Еще после Первой Мировой Войны Так или иначе Там Шатающиеся На Балканах Тоже Были В социалистический Блок Включены На Востоке В Юго-Восточной Азии На Дальнем Востоке Тоже Социалистические Страны Были Образованы Которые Тоже Были Великими Помощниками Нам В которых Там Тоже Ну Как Но Это По сути Это Тоже Было Развитие Империи И есть Данные О насилии Не только Над Немками Но и Над Польками Над Чешками Над Словенками Со стороны Советских Солдат И я Не говорю О том Что Именно Советские Войска Были Такие Уж Сякие Нехорошие Да Вот Испугавшаяся Антанта В виде Этих Наших Союзников Да Там Англичан Образовавшихся Через некоторое время Французов Которые Сначала Подчинились Германии Потом Встали На сторону Значит Блока Против Французы Англичане Американцы Это Вот Высадившаяся В Нормандии В 44 Году Толпа Народу Которая Испугалась Что всю Европу Сейчас Оккупирует Советский Союз Поперли Значит На восток В попытке Так сказать Завоевать себе Что-то И соответственно Вот они там Как они говорят Спасли Большую часть Германии Австрии Австрию Италию Францию Бельгию Голландию Скандинавию И там тоже Полно рассказов Про насилие Которое Осуществляли Эти военные Над Мирными Жителями Этих Освобождаемых Стран Там От Нацистского Иго Вы понимаете Вот война Как таковая Это не Человеческий Способ Решения Проблем Война Это Что-то Иноземное Чужое Иноплеменное Инородное Потому Те действия Которые совершают Военные Всяческим образом Романтизированные Вот они такие все Военные службы Это романтика Это защита Родины Это там Вот Ну Создано же Полно всего Для того Чтобы Хоть как-то Оправдать Эту мерзость Этой профессии Военной Которая Вообще говоря Предназначена Для Насилия И убийства И то Как бы Место действия И та работа Которая для них Предназначена Это же профессия Да Военная А работа у них Какая Война Так вот Эта работа Она четко Совершенно Наполнена Именно Этими Характеристиками Неземными Нечеловеческими Убийством И насилием Над женщинами И Как вот вы видите Да Несмотря на то Что вроде бы Какие-то вот эти Имперские Передел Мира Передел Мира Поверхности Земли Между этими Иноземными Захватчиками Еще раз говорю Вот он вроде бы В материальном плане Завершился В 20 веке Уже нечего делить Да Но тем не менее Войны которые шли Были наполнены Теми же самыми Действиями Что и войны Предыдущие Когда империи Еще только Расширялись И развивались Да То есть этим Насилием Над индейцами Насилием Над индийцами Насилием Над африканцами Насилием Над европейцами Насилием Над азиатами Порабощение И насилие Образование Вот этих самых Полукровок Метисов И дальше Использование Их Уже Уже Использование Их В своих Интересах Иноземных Чужих Нечеловеческих Неземных Небожественных И вот давайте Начнем Эту картину Конкретных Конкретного Описания Совершенно Конкретных Характеристик Так называемой Нынешней Жизни Которые Четко Показывают Что это Привнесенное Чужое Нечеловеческое Иноземное Захватническое Идущее От Окупантов От Паразитов Неземли С чужих Порабощенных Умерщвленных Планет Либо Изгнанных С каких-то Планет И звездных Систем Просто Как Изгоев Как В свое Время Из рода Человеческого Изгонялись Те Которые Сейчас Понастроив Города Понастроив Понастроив Городов Повооружившись До зубов Создав Разного Рода Государства Понукают Нами Как Человеческим Родом Так вот Сначала Еще раз Еще раз Вот эту картинку Которую я рисую Все Что естественное Земное Человеческое Божественное В устоях Жизни В информационном Поле Вот этом Самом О котором У меня так получилось Тринадцать бесед Уже насчитано Этим Гадком Сраным Вонючим Говеным Ни на что негодным Ложным Насквозь Информационном Поле Так называем В нем Все естественное Земное Человеческое Божественное Оболганное Искажено И опошлено Чужие Иноземные Безбожные Неестественные Нечеловеческие Извращенные Развращенные Правила жизни Объявленные Изначальными Да Естественными Присущими Человеку Землянину И обратите внимание Да Вот мы Живем в каких Понятиях Понятиях Культуры Традиции Цивилизации Великих Технологий Комфорта Богатства Ну в смысле Материального Естественно То есть Тут по другому Богатство Не рассматривается Есть Понятие Этики То есть Это правило Поведения Эстетики Это правило Создания Искусственных Всяких Произведений Эстетика Ну и соответственно Это вот Эстетика В интерьере То есть Это некие Правила Ну и дальше Всякие Фэншуи Туншуи И всякая Прочая Байда Которую Еще Подтащили Сюда Там Видите Сакральные Геометрии Еще Напиздили И вот Натащили Сюда Дальше Есть понятие Искусство Это вообще Безумное Совершенно Еще В прошлый раз Немножко Вы представьте Себе Вот человека Живущего На земле В ладу С природой С богами Со своими Детьми Со своим Родом И вот Он Значит Взял Эту гуйбу Мрамора И из нее Ваяет Какую-то Голую бабу Кайлом Ему В принципе Там Полно же Дел По дому Полно Дел На огороде Полно Дел В саду И вот Вместо Этого Херачит Какую-то Голую бабу Выбивает Кайлом Ну нормально Или там Развесил себе Полотно И начинает Какую-то Картину Рисовать Вот Вы можете Это представить Не можете Но в городе Это сплошь Рядом И это Очень Великая Вещь Без которой Жить-то Никак нельзя Ну там Музеев же Полно Куда надо Это все Насунуть И потом Туда вводить Народ И показывать Им Вот эту Всю Искусственную Хрень Вместо того Чтобы их Вывести На природу И дать им Возможно Там нормально Пожить Ну нельзя Этого Им надо Кормить их Надо Вот этой Искусственной Хренью Литературой Да С описанием Этой жизни Этими Картинами И скульптурами С изображениями Этой жизни А дальше Соответственно Есть Для нас Среди всех Искусств Важнейшим Является Кино Как говорил Владимир Ильич Ленин Да В свое время То есть Кино А дальше Уже под это Делал там Домашние Кинотеатры Ну и Соответственно Теперь уже Телевизоры Которые продаются Эти Сидишные Большие Да Они уже Снабжены Внутри Уже Процессором Который Сразу Позвол И там Операционной Системой Который Сразу Позволяет Выходить В ютюб И оттуда Прямо Сварить Кины И это Все Искусственное Ведь человек При этом Не живет Он что Кпяльц Во все Это Есть еще Понятие Вот я Перечислял Еще раз Давайте Перечислю Культура Традиция Цивилизация Технология Комфорт Богатство Этика Эстетика Искусство Есть еще понятие Наука Есть понятие Философия Есть понятие Образования Есть понятие Медицинского Обслуживания Вы Вот все Эти понятия Вы можете Себе Представить Еще раз Говорю Вот в этой Родной Деревне На родной Земле Где живут Люди Вы можете Себе Представить Больницу И кучу Этих Самых Врачей Разных Дисциплин Ухо Горло В нос В пизду Гинекология Уретролог Или как его Уролог В мочеиспускательный канал Что-нибудь засунет Гастроэнтеролог Который Кишечник Будет засовывать Чтобы Что-то Поглядеть Эти Рентгенологи Которые Будут Рентгеном Просвещать Хирурги Вот Эту толпу Народу Вы можете Представить Вокруг Деревни Среди Радовичей Ну нет Конечно Но это же Есть В вашей жизни Медицинское Обслуживание Военная Обязанность Есть у вас В жизни Да Обязанность Убивать Блять Есть И вы Сыновей Своих С ранних Лет Уже Представляете Как в армию Отдадите Да Где их Научат Убивать Трудовая Повинность Есть такое Понятие Да Это правильно Повинность Потому что Вообще говоря Вас трудиться Заставляют Работать Точнее На дядю Раньше Наказание было За тунеядство Если вы не работаете На дядю Вас накажут Поэтому труд Для вас Повинность Вас обвинили И заставили Трудиться Значит Вы зэки В этой тюрьме Нет Ведь это Там За вину Народ Трудится Ничего не получает Ну правда Их там Хотя бы кормят Зэков Да Чтобы не померли А вас кормят Ну Этими вот Бумажками Которые вам выдают В виде зарплаты Чтобы вы тоже не померли Разница какая Скажите мне И то и другое Повинность Есть понятие Наследственности В противоречии Родовитости Наследственности А под это Наследственные болезни Наследование Материальных Вещей Наследование Авторского Права Есть понятие Право Право Римское право Там не римское право А под это Право Сколько у нас Общественных институтов Навально Веридическая защита Нотариат Прокуроры Адвокаты Судьи А дальше эти Вертухаи на зонах Надзиратели в тюрьмах Это все же тоже Все это К праву имеет отношение Правильно И к реализации этого права А есть еще Налоговое право И там соответственно Налоговики Есть финансовое право А там вообще И весь этот народ Вы себе можете представить В деревне Еще раз вам говорю Для людей Которые живут На своей земле На родине Возделывают землю Обеспечивают себя Пищей Кровом Растят детей Жизнь Вокруг себя Увеличивают Ну и дальше Понятие Чиновничества Есть такое Чиновники Чиновники Чин которые имеют А кто им Этот чин дает Начальники А кто такие начальники Это поработители А кто такие поработители Окупанты Захватчики Рабовладельцы А вы кто А вы вот те которые Этим чиновникам Подчиняетесь Ходите им Взяточки даете Бумажки от них Нужные получаете Или пытаетесь Получить Да Жопу им Лежите Чтобы Что-то там Ну А женщины Им отдаются Ну Иногда Ну правда Ну как Да Можно же этим Заплатить Натурой Да Ну типа Ну Да Нет Да Так вы мало того Что рабы Вы еще и бляди Готовы отдаться Вышестоящему Начальнику От которого Вам что-то Нужно получить На самом деле Виртуального Чего-то Но что вам Очень надо Или вам сказали Что это вам Очень надо Или вас Обязали Что это вам Надо А дальше Есть понятие Управления Есть понятие Органов Власти Вы можете себе Представить Да Орган Власти Это вот Что такое Вот власть Это вообще Прерогатива Чего Власть Нужна Тому Кто Над вами Осуществляет Насилие Вообще Кому еще Нужна власть Скажите Вот Зачем Нужна власть Родителю Над ребенком Только Потому что Если они чужие Совершенно Поэтому Есть совершенно Страшные вещи Вот эти Когда Ребенка Приемного Берут И дальше Там над ним Издеваются Там На органы Его продают Много же Тут всего Это продажа Власти Над ребенком Есть такое Понятие Опекунство До какого-то Времени Так сказать Вот Над ребенком Над сиротой У которого там Родители Например Богатые Опекуном Стал какой-нибудь Там дядя Тетя Там Или вообще Совершенно Чужой человек Который За это время Его просто Доит Насилует Грабит Это тоже Власть Это вот Это Человеческое Что-то Это земное Что-то Это родное Что-то Ну уж я не говорю О государстве Как таковом Да Понятие Государства Вот мы Мы с вами Четко Совершенно Да Увидели В свое время Единство Картины Чужого И родного Вот в чужом Все это есть Все Мною Перечисленное А теперь Посмотрите Вокруг себя Вот Если мы Начнем Говорить о том Что На самом деле Окружает Живого Человека Да Его окружает Семья и род Его окружает Родная земля Его окружает Лес Родные пенаты Источники Вода Воздух Его окружает Любовь Его окружают Родные Любимые Лица Его окружает Доброта Свобода Чистота Здоровья Здоровья Его окружает Поддержка Поддержка А что окружает Вас Вас окружает То что я Перечислил Культура Традиция Цивилизация Причем Вы меняете Это все Культура Вот вам сказали Что культура Древнерусская Она теперь Ну или там Инглиистическая Она вот самая Так сказать Ваши поезда Инглиистические Самые поездатые И вы теперь Инглянутые Все на всю голову Теперь это ваша культура Да Вам сказали Что ваша культура Это Эти самые И славянские рубахи Так сказать Пояса там Вышитые И эти самые Символы И так сказать Что там еще Там это Ну кокошники На башке Так сказать У мужчин Уж я не знаю Что там И вы сразу Теперь вот В эту культуру Упали Да Потом вам сказали Что нет С кокошниками Ошиблись Там надо кички носить Вы сразу Кокошники Выкинули Кички сделали И опять стали культурными Ну типа Но очень Традиция Вам сказали Что традиция Да На купалу Вот эти самые Живые цветы Венки С огнем Пускать по воде Бля Самый страшный Обряд черной майки И вы это Пускайте по воде Ну Вам сказали Это же традиция Бля Это же ваши предки Ну Так делали всегда И вы дальше Начали Как попугай Это делать Да Традиция такая Вам сказали Что Вот по этим Именно требникам Ваши предки И то вам Гимны читали Еще что-то делали Там Ну Гол жопу Через костер прыгали И вы начали прыгать Начали требники читать Потом Куда вы вернулись После всего этого действия На свою работу Бля Кто В военную работу Людей убивать Кто В медицинскую работу Народ резать Бля Или продавать им Какой-нибудь Ненужной информации Совершенно Лекарства И доказывать им Что у них Болезни Каким Через анализы Да Куда вы Что там вернулись Менеджеров По продажам Народ обманывать Втюхивать им Что им Нахер не надо Куда еще Вы вернулись Так вот Окружает вас Культура Традиция Цивилизация Технологии Комфорт Богатство Ну кого Богатство Кого Не совсем Богатство Этика Эстетика Искусство Наука Философия Образование Медицинское обслуживание Военная обязанность Трудовая повинность Обрех подать Баршина Налоги Собственность Тоследственность Право Чиновники Вас окружают Управленцы Вас окружают Органы власти Вас окружают Государство Вас окружает Что вас Из родного Живого Окружает Ничего Значит Вы живете Где Значит Вы Кто Ну я Не буду Больше Произносить Этих слов Хотя Да В свое время Я говорил О том Что человек Отказавшийся От своего рода Отказавшийся От Всего Что его связывает С действительностью С родом С богами С землей Матушкой Это выродок У него название Такое Выродок Вырожденец И я надеюсь Для Вырождения Даже в понятии Которые есть Об этом В информационном поле Вы знаете Характеристики Вырождения Это Разного рода Болезни Это Разного рода Печати На теле Что может Привляться Ожирением Каким Искривлением Позвоночника Каким Искривлением Костей Какими Нибудь Мышечными Спазмами Приводящими К какому То Родство Это же Все Показатели Вырождения Вырождения И Если на вас Печать Вырождения Значит Вы Выродок Значит Вы От рода Отказались И что Можно Сделать С этим Можно Сделать И направить Свои усилия Которые У вас Еще там Где-то Что-то Остались Какие-то силы Направить На Что На возвращение К роду Возвращение Себя Что-то Жизненного Что-то Естественного На отказ Вот от Этого Всего Что я Перечислил Больше Не буду Перечислять Возвращение К естественному Способу Жизни К Естественному Способу к естественному способу общения с противоположным полом, к естественному способу воспитания детей, к естественному способу общения со всем живым, возделывание земли, общение с животиной. Да хрена, к чему естественному можно вернуться. Но для этого нужно что-то сделать. А это в большинстве своем. Для всех. Практически невозможные усилия что-то сделать. Вот понять, осознать, построить планы. Это вот ток в путь. Начать копить деньги на это, да? Это вот до хрена. А вот делать что-то начать? Не. Потому что все это вам очень дорого. Дорого это культура, дорого традиция, цивилизация, технология, комфорт, этика, эстетика, наука, философия, образование. Это вам все очень дорого. Медицинское обслуживание. Как же вы? Как же вы, не спросясь, там же написано в книжке, прежде чем вот эту осану выполнить, вы пойдите-ка с лечащим врачом посоветовать себя. Вообще можно это делать? Вы понимаете, да? И вы пойдете советоваться твою мать? А уж он-то вам расскажет, что вам можно, что нельзя. То, что его-то задача, чтобы вы к нему приходили непрерывно, и чтобы, если он увидит, что это упражнение может вас, например, оздоровить, неужели он вам скажет, что его нужно делать? Он вам скажет, что ни в коем случае! Вы что, ребят? Я вас потеряю! Вы что? Не-не-не-не-не, ни в коем случае. Врач вам скажет, нельзя. И вы рабы всего этого. А значит, вы пособники иноземцев, оккупантов, захватчиков земли матушки. И больше вы никто. Называться вам человеками, родовичами, родноверами, ну, этим можете называться, без вопросов. Но вот человеками вам точно называться никак. И землянами вам точно называться никак. Давайте там называйтесь этими хорейцами, дорейцами, святорусами, рассеями, вот сколько угодно там изучайте свои радужки глаз, и, соответственно, там пойте эти гимны, изучайте эту рабскую буквицу, и продолжайте, так сказать, воспитывать рабов, своих детей. Это вот туда давайте, херачьте. Во всей этой цивилизации, технологии, культурах, традициях, и всем остальном. Продолжайте там пенсии ждать, продолжайте там на славянские тусовки ездить, на эти, ряженые, и себя, типа, тешить тем, что вы двигаетесь, вы, типа, духовно растете, вы в движении, вы прямо в движении, вот в собственном этом очищении, вы вот вообще прямо вот все из себя дальше строите эти иллюзии. И вот, чтобы закончить эту тему, давайте вот эти самые конкретные вещи, показывающие, что мы с вами в том состоянии, в котором сейчас находимся, мы с вами пособники оккупантов, захвативших землю матушку. Оккупантов совершенно разного обличия, их тут, я говорю, ни один, ни два, ни десять. Мы с вами троих-четверых более-менее вскрыли, да? То есть, это вот иеговистов, это корусов с этим, с этой античностью, там, всякой философией антической, античной, и всякими этими римскими виллами, акведуками, и всякими этими великими произведениями эскизства, да? Расу великую мы с вами вскрыли, это вот, которые на Кибербореи упали, там, потом утонули, а потом тут белыми учителями с севера попиздили, так сказать, вот, захватывать окружающих, да? Соответственно, принесли эти страшные технологии, всякие там, великие, всякий пиетет по отношению ко всему механическому, ко всему электронному, ко всему электрическому. Ну и, естественно, вот чуть-чуть мы с вами затронули анунаков, так называемых, да, которые принесли эту страшную вещь в виде это науки генетики, да, то есть изучение вот этой внутренней структуры, материальной основы, как бы, живого, и, соответственно, модификации этого живого, с созданием всякого рода генетически-модифицированных организмов, всяких этих гибридов непонятных чего там, слона с носорогом, и, соответственно, вот этих всяких страшных вещей, связанных с возможностью создания клонов, с возможностью создания вот этих самых андроидов, так называемых. До этого уже где-то наука пришла уже, до этого состояния, что можно создавать уже людей, существ, механических, биомеханических, полностью имитирующих человека, ну, вот в том понимании человека, который есть в этой страшной науке, то есть это который умеет логически мыслить, который, ну, там есть эти всякие варианты, так сказать, есть у него эмоции, нет у него эмоции, хотя эмоции это не чувство в любом случае, эмоции это условный рефлекс на раздражитель, понимаете, да? То есть, в принципе, эмоциями тоже может обладать робот и тоже может обладать клон. Другое дело, что никогда он не будет обладать тонкими телами, то есть он никогда не будет обладать душой, он никогда не будет обладать духом, у него никогда не будет совести, и у него никогда не будет возможности доступа к языку родному, потому эти существа и их, так скажем, предтечи в виде вот этих полукровок, они так и ненавидят родной язык в виде материнского языка, они его боятся, Они начинают сразу орать, как же, как же Как же у меня тут дети, я же не могу То есть их прямо корежит от этого родного языка Потому что он им недоступен Не просто потому что он для них опасен Потому что он для них недоступен Они еще и от зависти начинают беситься Он недоступен им Недоступны им тонкие тела Так вот, этих вот четверых мы с вами перечислили Для остальных, ну, можете там искать, можете не искать Следы в вашей жизни от разных оккупантов Ну, их много Вот, то, как они между собой взаимодействовали Тоже известно по этой истории войн, так называемой В истории Ну, об этом мы тоже говорили И мы видим еще их следы Вот, как они между собой взаимодействовали В виде вот этого развития вооружений, да Гонка вооружений, там Создание разного вида оружия Обеспечивающего эти вот Системы убийства в виде войн Для захвата, для подчинения Для насилия, там, над другими Над земными существами Итак Основные постулаты, да Которые показывают нам Вот эту именно картину ее подтверждают В этом информационном поле Которое полностью принадлежит захватчикам Там нет ничего человеческого Ничего живого Ничего правдочного Так вот, в этом поле Вы четко знаете Что вот Во всем практически там Что вы жили, что жили ваши Отцы-матери Дедушки-бабушки Везде сосредоточение на Опасности дикой природы И диких человеческих инстинктов То есть везде речь о том, что Культурная среда обитания Где домашние животные Где, соответственно, там Предсказуемые люди Которые загнаны в определенные рамки Там этики, эстетики Там, я не знаю, там, правил Там жизнь, да? Вот там жить можно А как только вы попадаете В дикие условия Дикая природа Это для вас враждебная Совершенно зона Вы боитесь диких зверей Которые вас сожрут Вы боитесь, что вас змея укусит Вы боитесь, что вы в лесу заблудитесь И помрете с голоду То есть у вас Вот эта вот штука На которой потом вся эта Индустрия выживания построена, да? Все это в вас заложено уже Для человека Человека земного Землянина Странно Бояться природы Странно бояться Земли матушки Потому что это родное для них Если вы боитесь Дикой, дикой природы Значит, вы уже не землянин Значит, вы уже Приняли на себя Это вот ермо Печать Иноземца Окупанта Неземного человека Неземлянина Нечеловека Второй признак Жесткий, да? Четкий И жесткий Это войны То есть постоянная вражда Между людьми Между там Государствами Между там Разными Конфессиями Религиозными Между разными Нациями Между разными Способами жизни Вражда Которая выливается В войны Война Это убийство Убийство Для доказательства Своей там Большей крутости Большей правильности Но через убийство Причем эта война Идет не только Между людьми Ну или этими Нелюдями Уже как их там Называешь, да? Война идет еще и между Этими самыми Вот уже Нелюдями Их представителями В виде государств Там Наций Там Религиозной конфессии И природой Идет уничтожение Природы Результаты Этого уничтожения В городе Не видны Потому что Там уже нет природы Там уже все Уничтожено А вот Снаружи Видно Как леса Вырубаются Как реки Мелеют За счет того Что сведены Леса рядом с ними Ну а на На таком Глобальном масштабе Да На земной поверхности Видны эти результаты Этих Страшных войн Нелюдей Их пособников С природой В виде вот этих Пустынь Полупустынь Погибающих территорий Вот На нашей памяти Ныне Живущих Этот процесс Страшный Обращение Живого пространства Внеживое Вы можете наблюдать В умирании Аральского моря И рек Сырдарья И Амударья Вот буквально В течение Последних 50-60 лет И второй пример Жесткий Который Не особо Как бы Вообще Вспоминается Это История Освоения Целины В Казахстане Ну и соответственно На Южном Урале Да Целины В 50-е годы Туда толпа народу Значит вот Ехала осваивать Целину Это была степь Которая еще Пыталась Превратиться В лес А степь И там пытались Еще Уже Небольшие деревья Но расти Что сделали с ней Когда целену Эту Осваивали Ее все Перепахали Нахер И года 3-4 Она рождала Умирая Там были великие Сборы Там Зерновых Еще чего-то А сейчас Там пустыня Пыльная Причем Еще не песчаная А пыльная Пустыня Уничтожен Продородный слой И скоро Там будет Пустыня Уже Окончательная Песчаная И это все Деятельность Нечеловеческая Это все Деятельность Которую можно Кроме как Войной Назвать Нельзя Войной Нежити С жизнью Войной Иноземцев С землей Матушка Ну То что Вот сейчас Я перечислял Да В виде Вот этих Сторон Так называемой Жизни Так называемых Человеков Ну Большинство В городских Условиях Что большинство Этих Старон Жизни Представляется Вообще говоря Выживанием В враждебной Среде Да Ну вот Человек Все время Когда он там Дизнесом Занимается Он В враждебной Среде Конкурентов Да Если человек Занимается Так называемым Карьерным Ростом То есть Пытается Как-то Подняться По карьерной По карьерной Лестнице Там В своей Профессии Он Постоянно Вынужден Бороться С теми Кто по этой Лестнице Тоже рядом С ним Лезет Вверх Он там Толкается Старается Как-то Кому-то Там Взять Куда Что-то Там Он Лезет Лезет Это все равно Выживание В враждебной Среди Экология Враждебная Вода Плохая Там Воздух Плохой Там В общем Вот Экология Плохая Враждебная Ну и соответственно Там вокруг нас Кругом меня Одни идиоты Да Там Человек Человек Волк Там Государственные органы Там И налоговые органы Меня Насилуют Отнимают Там Ненужное То есть Соответственно Поднимают Пенсионный возраст Ну короче Среда Враждебна В любом случае Ну и дальше Эти самые Там Кавказцы Понаехали Из Средней Азии Понаехали Китайцы Сибирь Скоро всю Там Выкупят Или продадут Сибирь Куда-нибудь Там Китайцам Курилы Там скоро Отдадут Японцам Это все Враждебная Среда Дальше Есть такой Это вот Состояние Да Тоже признак Нечеловечности Иноземскости Потому что Человек Вот я говорю В естественных условиях Живущий Он В родной среде Для него нет Враждебности вокруг И любая сторона жизни Его Не может быть Процессом Выживания В враждебной среде Он всегда в среде Родной Природной Естественной Доброй Любящей Помогающей Полезной Открытой К нему Доверяющей Это совсем Другая Жизнь Это совсем Другое Состояние Но оно Недоступно Всем Ныне Живущим Называющимся Человеками А на самом деле Пособникам Оккупантов Иноземцев Бандитов Убийц Растлителей Насильников Паразитов Есть такой Признак Этой Неестественности Иноземскости Жизни Это мысли Об исключительности Какой-либо Расы Нации Исключительности Какого-то Государства Соответственно Есть такое Ощущение Мессианства Как там Нам впаривали Когда Разрушили Советский Союз Начали Про возрождение Руси Говорить Что у Руси У нее есть Такая Великая Миссия Спасать Весь свет Да Вот именно С возрождения России Великой Начнется Возрождение Всего человечества И всей земли Ну то есть С возрождения Государства Российского Начнется И сюда Подвешивали Там Давайте Монархию Возродим Давайте Еще Что-нибудь Возродим Мессии Такие Знаете И вот В России Всегда Такая Была Из себя Такая Русские Они всегда Голову клали На алтарь Защиты Кого-нибудь Чего-нибудь Такие Они Все Прямо Такие И вот Это Национальная Идея Русская Соответственно Была Национальная Идея Национал Социалистической Германии В виде Арийской Идеи Которую Тоже Несли Ну а дальше Вернемся К идее Великого Мессианства Белой Расы Это из Четырех Народов Которые Им Нам Все Впаривают Вот Какое Великое Мессианство Было У этой Великой Белой Расы Вот Как Она Там Ходила Везде И Знания Несла Всем Великим Великое Знание Всем Народом С севера Приносили Приносили Огнем и мечом Да Хуями Там Размахивали Всех Насиловали И кого-то Убивали Технологии Несли Знания Несли С чем Это Отличается Ничем Те же Самые Мессии Причем Когда речь О мессианстве Там Каких Нибудь Этих Других Там Например Архангелов Это Вот Они Нехорошие Они Плохие А мессианстве Например Атлантов Это Нехорошие Они Плохие Они Хорошие Потому Что Вот Тут Кто-то Один Может Нести Только Эта Идея Мессианства Остальные Как-то Ну Не Могут Уже Хотя Они Точно Такие Же Просто Другие Окупанты Другие Просто С других Звездных Систем Прилетевших На самом Деле Идея Такая Же Мы Исключительные Мы Тут Пиздец Какие Все Из себя Все Все Говне А мы В белом Белая Раса Значит Итак Это Еще один Признак Любое Понимание Исключительности Это Все Показатель Что Это Все Не Родное Все Чужое Или Эти Рассказы Про Приходы Мессии И всяких Этих Разных Великих Учителей Которые Скоро Придут И всех Научат Ну Либо Пизды Всем Дадут Как нам Рассказывали В апокалипсисе Что Переновое Войнство Прилетит Всем Пизды Даст Потом Эти Корусы Сейчас Говорят Что Буквально В двадцатом Году Вернутся Эти Архангелы Воинство Михаила Архангела И всем Тоже Пизды Ввалят Ну За то Что Они Такие Нехорошие Без нас Землю Тут Насиловали Без нас Тут Другие Совершенно Окупанты Все Захватили Ах ты Козлы Мы им Сейчас Пизды Ну Срочно Бля Это Все Исключительность Это Все Нечеловеческое Это Все Иноземное Это Все Чужое Вся Эта Античность Вся Эта Философия Древне Греческая Древнеримская Древне Бипетская Все Это Идея сама по себе Она чужая Не человеческая Идея исключительности Эмиссианства Человек всегда И во всем В дынишнем Обстановке Вот эта Которая себя Называет человеком Он всегда И во всем Ограничен Зажат Стереотипизирован Шаблонирован Любое явление Жизни Он изучает Не сам А подчиняется Изучению Этого явления Какой-нибудь Наукой То есть там Целые Очень умные Ученые Которые Тысячу лет Учились И только Им дано Про это явление Что-то знать Вам не дано Вы тупые Вы не учились Вы этой науке Не знаете Поэтому вам не дано Понять Всего величия Этого явления Таким образом Скрывается Истинная суть Всех явлений Вам дано От Бога Проникать в суть Явления Безотносительно Тому Какое у вас Образование Какие у вас Дипломы Какие у вас Работы научные В какой отрасли Вот от этого Не зависит совершенно Ваша способность Дарованная От Богов Проникать В суть Явлений Если вы Вернете себе Эту способность А возвращать Ее очень легко Возвратить Ее очень легко Начать Говорить Правду И различать Ложь И неправду И кривду Очень легко Но для большинства Это нелегко Потому что Уже погрязли Во лжи Погрязли В неправде И кривде И в обмане И причем Смотрите Как очень интересно Устроена Эта вот Штука Что Любая суть Явлений Это вот Прерогатива Какой-то науки И каких-то Великих ученых Там же Есть еще Всегда В любой науке Теория И практика Так вот Всегда есть Теоритики Ученые Есть практики Ученые То как делают Практики Ученые Вот только Так и Можно Делать Что-то В этом явлении Или Каким-то образом Там Как бы Вот Изучать Это явление Только вот Так как делают Практики Ученые И больше Никак Потому Проникнуть В суть Электричества Мы не можем Потому что Вся Практика Взаимодействия С электричеством Построена Не на Взаимодействии С Богом Отвечающим За электричество А точнее За магнетизм А через Взаимодействие С наукой О движении Электронов Туда-сюда Таких Полупериодов Там Переменных Постоянных Токов И их Добычи Через Уничтожение Даров Земли Матушки Через Сжигание Там Каких-то Угля Газа Там Нефти Или Через Уничтожение Рек Запруживанием Их Или уж Тем более Через Эти страшные вещи Под названием Атомные Электростанции Да Которые просто Бомбы Замедленного Действия В каждом Месте Где они Построены Запрограммированные На уничтожение И вам же Запрещено Вот в любой Практической Области Да Которая Является Прерогативой Вот этих Практиков Ученых Вам же Запрещено Там что-то Делать Не по Правилам И даже Наказание Есть За то Что вы делаете Что-то Не по Правилам Таким Образом И Направляется Вся Жизнь Этих Рабов Подчиненных Чужой Воле Этой Науке Там И стоящие Над ними Соответственно Там Клики Бандитов Управленцев Вот Полностью Регламентация Всех Явлений Жизни Человека Поэтому Он там Например В микроволновке Греет Пищу Да Убивая Себя Тем На самом Ну и соответственно Так им очень легко Всякие эти Ненужные вещи Навязать Ненужные Уплуги И дальше Вся эта экономика На этом построена Это все Четкое Порабощение А попытка Выскочить За их пределы Наталкивается На то Что вам нужно Тестацию пройти Вам нужно Всю эту науку Изучить Вам нужно То есть Вам нельзя Туда Без того Что вы вообще Никто Вы вообще Какого образования Вообще Куда вы лезете Ну Вы вообще Кто Вы вообще Правил не знаете Как это вообще Действует и работает Есть такая хитрость Я скоро закончу Я просто некие важные вещи Хочу сказать Уже напоследок И эту тему закрыть Пока на время Возникнут вопросы Я ее потом возобновлю Но Пока закрою ее Тяжелая тема Честно говоря Она мне уже Не то что надоела Но Пора уже о чем-то И хорошем Наверное Поговорить Вот есть такая Интересная штука Да Вот Есть же такой вброс В информационном поле Что все мы Инопланетяне Да Что все мы Откуда-то прилетели Что здесь На самом деле Изначально Живущих на земле Нету И Странное такое ощущение Что здесь вообще Никого не было Что вообще Родного Ничего на земле Нет И признание Нас Самих Каждый Сам себя Признает Уже Инопланетянина Потомкам Инопланетян Это вот Самое страшное Это когда Люди себя признают Этими Хорийцами Дарийцами Да Вот сейчас Выбрасывается Это же жестко Они признают себя Чужими Здесь на земле Это внутри Начинает жить Понимаете Это внутри Начинает оправдывать Ваши действия По ограблению земли По уничтожению природы И дальше Вы начинаете делать Совершенно Идиотские вещи Вот Мало стало Пушечного мяса Для того Чтобы воевать Друг с другом Да И вам Инглии Навязывают 16 детей И вы Как идиоты Начинаете Плодить Этих Биороботов В чужом Пространстве В чужом мире Постойным По чужим Законам Инопланетным Иноземным Подчиняясь Этим Чужим Правилам Календари Начинаете Эти Сириусианские По ним Начинаете жить Биоритмы Свои Нарушаете Это же Ужасно И страшно Ведь Поймите Вот Родство И Принадлежность К Роду Человеческому Земному Определяется Не каким Генетикой Фенотипами Хренотипами Определяется Действиями Которые Совершает Человек Если он Что-то делает Разрушающее Противу Совести Противу Добра Любви Тогда он В любом случае Не землянин Какой бы он там Гаплогруппы Не был А если он Землю Возрождает Если он Леса высаживает Если он Правду Произносит Речет И живет По правде Тогда Будь он там Хоть Негром Преклонных Годов Да Он будет Родным Человеком Землянином Так Так Идем Идем В завершение Сейчас Еще чуть-чуть Потерпите Вы знаете Наверное Все Я все Успел Сказать Из того Чего Нужно Было На мой Взгляд Уж Насколько Это там Связно Там Это Уже Ну не совсем Моя забота Да Как уж Получилось Тем более Что у меня Есть У меня Душа Спокойна Потому что Никто Больше Об этом Не говорит Кроме Нас Супруга И Это Меня Радует Если честно Поэтому Как сказал Так сказал Придираться К манере Говорить Или К логическому Построению Ну Можно И пусть Кто-то Придирается Но Кому-то Скорее Всего Скорее Всего Будет Просто Польза От того Что я Сказал Польза Не в смысле Там Приведение Мозгов В порядок Или там Очередных Там Каких-то Озарений Там Собственных А польза Чисто Практическая Потому что Кто-то Осознав То Что он Из себя Представляет Где он Живет Как он Живет Что он Вообще Делает Все-таки Решит Чисто Практическом Плане Поменять Что-то В сторону Человечности Родовитости Жизненности Радости Доверия Целомудрия Ну и еще Еще раз Скажу Жизни Земной Родной Человеческой Все На сегодня Закончили Тему Воскресенье Начнем Уже Новое Все Записи Выключаю Всем Добра Вопросы Которые От слушателей Я еще Пока Принимаю Все Счастливо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...